Субтитры делал DimaTorzok 10 марта в здании администрации городского округа состоялось первое заседание муниципального проектного офиса, в состав которого вошли все члены управленческой команды, проходящих обучение в Сколково, заместители главы администрации, представители молодежного объединения города, общественные организации ветеранов войны и труда, общественные палаты города и средств массовой информации. Открыл заседание глава администрации Борис Беляев. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами открываем муниципальный проектный офис по разработке и реализации приоритетной программы комплексного развития моногорода Кумертау. Не буду говорить о том, что мы являемся территорией опережающей социально-экономическое развитие, мы об этом уже много говорили. Сегодня нам нужно будет уже систематизировать нашу работу и уверенно двигаться вперед по развитию нашей экономики. На пилотном заседании проектного офиса приняла участие заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан Татьяна Штоль. Всем присутствующим она озвучила цели создания рабочей группы. Целью создания данной рабочей группы является организация планирования контроля проектной деятельности по формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения на территории монопрофильных муниципальных образований Республики Башкортостан. Основная же цель программы – создание новых рабочих мест. В городе их число должно составить около двух тысяч. На первом же заседании члены рабочей группы рассмотрели уже первые проекты. Сегодня мы рассмотрели один проект – это привлечение резидентов ТОР в город Кумертау. Дело в том, что немногие инвесторы знают о тех особенностях и преференциях, которые ждут их при исполнении инвестпроекта на территории нашего города. И два подпроекта – это о продаже инвесторам часть имущественного комплекса «Муплокомотив» и ООО «Кумап». Первое заседание муниципального проектного офиса завершилось, а цели на следующее собрание уже поставлены. На следующее заседание рабочей группы мы попробуем решить проблему, связанную с дефицитом электроэнергии в северной части нашего города. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев. Новости. Город молодежного значения. Под таким названием в Кумертау прошел молодежный форум. Студенты профессиональных образовательных учреждений и школьники учились строить бизнес-проекты, обсуждали свои идеи по развитию города. Дискуссии и тренинги с молодежью провели опытные специалисты. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Перед началом работы участников молодежного форума пригласили прогуляться по Арбату. В фойе Центра детского творчества развернулось несколько площадок. Желающие могли приобрести изделия ручной работы на ярмарке, поиграть в логические игры или же посмотреть творческие выступления. Здесь музыканты исполняли композиции собственного сочинения, юные художники создавали портреты. Все участники программы активные и талантливые молодые люди. В таких мероприятиях они могут проявить себя. В нашем городе такие мероприятия большая редкость. Тут хотя бы как-то собрались творческие люди, хендмейдеры и фотографы. Поэтому хотя бы как-то просвещаем молодежь. Во время регистрации среди молодежи волонтеры добровольческого движения «Белая река» провели своеобразный опрос. Надо было на листе бумаги изобразить свое понимание счастья. Многие даже не могут представить себе, что это. Хотя многие говорят, что я счастлива. А что для тебя счастье, никто не понимает. И вот мы просим, чтобы они нарисовали его. Ну, очень много интересных там идей. У каждого счастье свое. У кого-то это семья, у кого-то солнышко, у кого-то настроение хорошее. Один мальчик нарисовал мороженое. Торжественное открытие форума состоялось в актовом зале ЦДТ. В зале собрались делегаты от всех учебных заведений города. Для участников были представлены концертные номера творческих коллективов. Создание условий для включения инициативной и талантливой молодежи в процесс социально-экономического развития города. Таковы задачи форума. Об этом в своем приветственном слове говорила заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Сегодняшний форум особенный, потому что мы проводим его в статусе территории, опережающей социально-экономического развития. И вот только что возникла у нас идея создать молодежный проектный офис, который наравне с городскими руководителями и с городской управленческой командой будет работать над развитием города. И сегодня мы ждем от молодежи идей, инициативы, продвижения. Форум поможет получить новые знания, попробовать себя в реализации новых идей, расширить круг знакомств. В зале собрались активные и инициативные представители молодежи. Организаторы возлагают на них большие надежды. Ведь именно молодые люди способны предложить новые пути развития города. После ознакомления с программой работы и обсуждения темы активного участия молодежи в жизни города продолжилось в секциях. Всего работало шесть площадок. В работе форума приняли участие представители молодежного совета Приволжского федерального округа, Всероссийского волонтерского центра города Москва. Очень хотелось бы, чтобы ребята сегодня здесь, на нашей площадке, увидели себя с другой стороны. Увидели в себе те ресурсы, те возможности, которые в них, несомненно, есть, но они их просто не замечают. Форум дал ребятам возможность найти единомышленников и узнать много интересного. О том, как разработать проект, суметь его реализовать. Студенты и школьники предлагали инновационные идеи в области экономики и социальной сфере. В этом направлении практические занятия провела многократный победитель грантовых конкурсов Марина Сафонова. Все новые проекты прошли экспертизу у специалистов. Целью экспертов найти ошибки в проекте, то есть указать те риски, минусы проекта. А во второй раз, когда они поработают над тем, чтобы это все учесть, исправить, они пройдут круг экспертов повторно, но эксперты уже будут конструктивные предложения давать проекту. Как проект сделать более уникальным, как внести туда новизну, может быть, каких-то участников добавить. Как строить бизнес в возможностях самореализации и воплощения собственных идей в кризисное время? Об этом говорил и куратор республиканской программы ИТИ-предприниматель Елена Петрова. Молодые люди узнали истории успеха, о новых способах привлечения средств на старт. Пришли к тому, что идеи есть. Самое важное – это сделать первый шаг в реальной деятельности. И здесь, как никогда, нужна помощь старших товарищей, которые уже занимаются предпринимательством. И наше предложение основное – это сформировать в рамках реализации программы в городе Кумертау совместно с администрацией клуб наставников из действующих успешных предпринимателей, которые в рамках обсуждения проектов молодых людей могли бы им подсказывать, как реализовать свои идеи. Работы на площадках проводились в форме игры, дискуссии, практических занятий. После работы в секциях на закрытии подвели итоги. Было отмечено, что работа прошла успешно. Всего участники представили семь проектов. Два из них будут направлены для участия в республиканском конкурсе. Участники форума были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации. Первые шаги в науку. Это о детях, которых объединил городской конкурс «Я исследователь». Воспитанники дошкольных учреждений города сегодня собрались в детском саду «Ромашка», чтобы представить свои исследовательские работы. За ходом конкурса наблюдала наша съемочная группа. 10 марта на базе детского сада номер 14 «Ромашка» прошел городской конкурс «Первые шаги». Всего участвовало 45 детей со всех детских садов города в возрасте от 5 до 7 лет. Дошкольники представили свои творческие проекты и исследовательские работы в четырех направлениях. Секция 4. Гуманитарная, живая, неживая природа и физика, техника. Участвует 40 дошкольников из 19 садов. Юными исследователями была проделана большая работа по подготовке к конкурсу. Это посещение библиотек, экскурсии, опыты, постановка проблемы и поиск доказательств. На конкурсе были представлены различные тематики исследовательских работ. Например, воспитанница детского сада номер 21 «Росинка» Анастасия Вершинина разработала проект исследовательской работы под названием «Магниты». Она представила на суд жюри как научную, так и практическую часть. Юная исследовательница подошла к своей работе ответственно, показав членам судейской команды, как можно рисовать красками с помощью простого магнита. А вы знаете, что с помощью магнита можно рисовать красками? По словам куратора Анастасии, огромную помощь в подготовке проекта оказали родители девочки. Подготовка шла хорошо, быстро. Ребенок очень любознательный, быстро все схватывает, задает много вопросов, познавательная деятельность на высоком уровне. Эту работу нам было сделать легко, так как нам и родители помогли, тоже включились в эту работу. И сами мы, и сама она тоже показывала опыты детям в группе, делала выводы. Другой участник конкурса, Роман Романов, изготовил своими руками необычную батарейку из фруктов и овощей. Я выяснил, что в батарейке из фруктов можно получить электрический ток. Юных исследователей оценивала судейская команда, состоящая из методистов казенного учреждения управления образования, педагогов станций юных натуралистов и старших воспитателей города. По словам жюри, конкурс прошел на высоком уровне. Неплохо выступила девочка. Она рассказывала про лекарственные растения. То есть ребенок показал знание темы, то, что она в теме, это самое главное. Когда ребенок рассказывает, волнуется это одно, но не всегда ребенок понимает, о чем говорит. Вот с дошкольниками, именно с ребятами дошкольного возраста, самое главное, чтобы ребенок понимал, о чем он рассказывает. Это самое главное. По окончании конкурса члены судейской команды будут подводить итоги выступления ребят. Победители будут представлять наш город уже на республиканском уровне, который пройдет в конце марта в городе Мелиус. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания Айрис. Новости. Что ж, это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи на телеканале Айрис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова